Георгий Иванов о Гумилёве Наше время – тяжёлое бремя, Трудный жребий дала нам судьба, Чтоб прославить на краткое время Нет не нас, только наши гроба. Но, быть может, подумают внуки, Как орлята, тоскуя в гнезде, Где теперь эти крепкие руки, Эти души орлиные, где? Где? Гумилёв, чужое небо, был не жаркий, только тёплый, только солнечный август 1921 года. Гумилёв вернулся в Петербург из путешествия по югу России. Он ходил по городу загорелый, поздоровевший, очень довольный. Его жизни, он говорил, наступила счастливая полоса. Вот и поездка в Крым, устроившаяся фантастически случайно, была прекрасна. И новая квартира, которую нашёл Гумилёв, очень ему понравилась. И погода, посмотрите, что за погода. Литературные дела тоже его радовали. Был НЭП, появилось много издательств. Одно покупало собрание стихов Гумилёва, другой выпускало его статьи и прозу. Огненный стол был в печати. На днях из Москвы должны были приехать актёры, чтоб ставить гондлу. Это к Гумилёву было особенно приятно. С постановкой на сцене пьесы его имя проникало в новые слои публики, и его влияние расширялось. Вообще, влияние Гумилёва и его известность росли на глазах. Всё больше становилось у него поклонников, учеников. Всё чаще его имя, как равное, противопоставлялось имени Блока. С уверенностью могу сказать, что ничто или почти ничто не омрачало этих последних дней Гумилёва. Он был здоров, полон надежд и планов, материально и душевно всё складывалось для него именно так, как ему хотелось. Это ощущение полноты жизни, расцвета, зрелости сказалось и в заглавии, которые он тогда придумал для своей будущей книги «Посредине странствия земного». Прибавлю, что в эти тёплые и ясные августские дни Гумилёв был влюблён, и это была счастливая любовь. Гумилёв пришёл домой в два часа ночи. Свой последний вечер на свободе он провёл в им же основанном доме поэтов, в кругу преданно влюблённой в него литературной молодёжи. Как всегда, сначала занимались, читали, обсуждали стихи, потом бегали, кувыркались, играли фанты. Кумилёв очень любил и это общество, и это времяпровождение, и всегда веселился от души. Говорят, что в этот вечер он был особенно весен. Несколько студентов провожали его через весь Невский до дому. У подъезда на мойке стоял автомобиль. Никто не обратил на него внимания. Снепом автомобиль перестал быть, как во времена военного коммунизма, одновременно диковинкой и страшилищем. У подъезда долго прощались, шутили, уславливались на завтра. Те, кто приехали на этом автомобиле с ордером ГПУ на обыск и арест, терпеливо ждали за дверью. Потом поставили к стенке и расстреляли его, и нет на его могиле ни холма, ни креста, ничего. Ирина Адоевцева баллада о Гумилёве. Потом стали проходить годы. Прошло десять лет с тех пор, как в ту августовскую ночь Гумилёв был выхвачен из своего странствия земного. Из самой полноты жизни и творчества и механически уничтожен машиной большевистского правосудия. Гумилёва нет. Нет ни холма, ни креста на его безвестной могиле. Остались стихи, биография, всеувеличивающаяся посмертная слава. Стихи, биография, слава. Золотая статуя поэта-героя. И с другой стороны, живая, трагически, оборвавшаяся десять лет тому назад, жизнь. Когда-нибудь их контуры сольются, но пока одно другому мешает, одно другому противоречит. Что-то от живого Гумилёва и десять лет спустя еще веет в воздухе, не позволяет говорить о нем, как о мертвом. Еще режут слух, нестерпимый фальшью, пышно официальные фразы. Но и смерть. Такая смерть предъявляет свои права. Трудно говорить, как о мертвом, нельзя говорить, как о живом. Все это очень путает планы и очень связывает руки. И еще в биографии славной твоей, разве можно оставить пробелы, писала давно, до войны, начинающая поэтесса Ахматова, своему мужу Коле. Писала полунасмешливо, полусерьезно, более насмешливо, чем серьезно. Так вот, заполнит, как надо, пробелы в биографии Гумилёва. Только то, для кого улыбка, с которой Ахматова читала эти стихи, и с которой в свое время все мы ее слушали, станет окончательно невозможной и непонятной. 27 августа 1921 года Гумилёв был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель. Но в сущности, для биографии Гумилёва, такой биографии, какой он сам себе желал, трудно представить конец более блестящий. Поэт, исследователь Африки, георгиевский кавалер и, наконец, отважный заговорщик, схваченный и расстрелянный в расцвете славы, в расцвете жизни. Не знаю, добрый или злой была фея, положившая в колыбель Гумилёва свой подарок – самолюбие. Необычайное, жгучее, страстное. Этот дар помог Гумилёву стать тем, чем он был. Этот дар привел его к гибели. Семилетним Гумилёвым сделался нервный припадок от того, что другой шестилетний мальчик перегнал его, состязаясь в беге. Одиннадцати лет он покушался на самоубийство. Неловко сел на лошадь. Домашние гости видели это и смеялись. Год спустя он влюбляется в незнакомую девочку-гимназистку. Долго следит за ней и, наконец, однажды, когда она входила в ворота дома, подходит и признается, задыхаясь. «Я вас люблю!» – девочка ответила. «Дурак!» – захлопнула дверь. Гумилёв был потрясен. Ему казалось, что он ослеп и оглох. Ночами он не спал, обдумывая месть. Сжечь тот дом, стать разбойником, похитить ее или убить. Обида, нанесенная двенадцатилетнему Гумилёву, была так сильна, что тридцать пять лет он вспоминал о ней, смеясь, но с горечью. Гумилёв был слабый, неловкий, некрасивый ребенок. Но он задирал сильных, соперничал с ловкими и красивыми. Неудачи только пришпоривали его. Гумилёв, подросток, ложась спать, думал об одном – как прославиться. Мечтая о славе, он шел утром в гимназию. Часами, блуждая по царско-сельскому парку, он воображал тысячи способов осуществить свои мечты. Стать полководцем, ученым, взорвать Петербург – все равно, что только бы люди повторяли имя Гумилёва, писали о нем книги, удивлялись ему. Понемногу в его голове сложился стройный план завоевания мира. Надо следовать своему признанию, писать стихи. Эти стихи должны быть лучше всех существующих, должны поражать, ослеплять, сводить с ума. Но надо, чтобы поражали людей не только его стихи, но он сам, его жизнь. Он должен совершать опасные путешествия, подвиги, покорять женские сердца. Этим детским мечтам Гумилёв в сущности следовал всю жизнь. Только с годами убивающая уверенность в себе стала сменять уверенность в человеческой глупости. Гумилёв говорил, что поэт должен выдумать себя. Он и выдумал себя. Настолько всерьёз, что его маска для большинства его знавших о читателях нечего и говорить, стала его живым лицом. Только немногие близкие друзья знали другого Гумилёва, ни героя, ни африканского охотника. Какой-то домашний знакомый, это было в 1910 году, развлекал общество чтением декадентских стихов. Мне было 16 лет, я уже писал стихи, тоже декадентские, дюжинами. Имена Гиппиус, Брюсова, Сологуба были мне хорошо известны, но чтец прочёл Капитанов и назвал имя Гумилёва. Меня удивили стихи ясностью, блеском, звоном, и запомнил это имя, услышанное впервые. Года через полтора я с Гумилёвым познакомился. Это было на вечере в честь Бальмонта. Там должен быть в сборе весь цех поэтов. И я только что в цех выбранный явился туда рабея, волнуюсь, как новобранец в свою часть. Конечно, я пришёл слишком рано. Понемногу собрались другие. Зинкевич, Мандельштам, Владимир Нарбут. Пришёл Сергей Городецкий с деревянной лирой под мышкой, фетишем цеха. Уже началась программа, когда кто-то сказал, а вот и Николай Степанович. Гумилёв стоял у кассы. Вечер проходил в бродячей собаке, платя за вход. Слегка наклонившись вперёд, прищурившись, он медленно пересчитывал на ладони мелочи. За ним стояла худая высокая дама. Ярко-голубое платье не очень шло к её тонкому, смуглому лицу. Впрочем, внешность Гумилёва так поразила меня, что на Ахматову я не обратил почти никакого внимания. Гумилёв шёл, не сгибаясь, важно и медленно, чем-то напоминая автомат. Стриженная под машинку голова, большой, точно вырезанный из картона нос, как сталь холодная, немного косые глаза. Одет он был тоже странно, чёрный долгополый сюртук, как-то особенно скроенный и ярко-оранжевый глалстук. Нас познакомили. Несколько любезно незначительных слов, и я сразу почувствовал Гумилёву, граничив со страхом почтения ученика к непререкаемому мэтру. Я не был исключением. Кажется, не было молодого поэта, к которому Гумилёв не внушал сразу при первой же встрече тех же чувств. Это впечатление осталось надолго. Только спустя много лет, близости и тесной дружбы я окончательно перестал теряться в присутствии Гумилёва. Внешность Гумилёва показалась мне тогда необычайной до уродства. Он действительно был некрасив и экстравагантный, потом он её бросил манерой одеваться, некрасивость свою ещё подчёркивал. Но руки у него были прекрасны, и улыбка, редкое по очарованию. Скрашелу едва он улыбался, все недостатки его внешности. Цех поэтов был основан Гумилёвым и Городецким. Только правилом, что крайности сходятся, можно объяснить это правда недолгий союз. Надменный Гумилёв и рубаха парень Городецкий. Что было общего между ними и их стихами? Официально Гумилёв и Городецкий были равноправными хозяевами цеха, синдиками. Они председательствовали поочерёдно, и оба имели высокое преимущество сидеть в глубоких креслах во время заседания. Остальным, в том числе Кузьмину и Блоку, полагались простые венские стулья. Обычно Городецкий во всём поддерживал Гумилёва, но изредка, вероятно, для формы вступал с ним в спор. Гумилёв говорил прекрасно. Городецкий возражал. Позорно. Разумеется, Гумилёв неизмерно торжествовал. Вообще, он очень любил спорить, но почти никогда не оказывался побеждённым. Собеседниками столь робкими, как его тогдашние ученики, это было нетрудно. Но и серьёзным противникам он почти всегда находил средство сказать последнее слово, даже если был явно неправ. Отношения между синдиками и членами цеха были вроде отношений молодых офицеров с командиром полка. В строю, то есть во время заседания, дисциплина была строжайшая. Естественно, что мэтры, считавшие себя таковыми, вскоре пообежались по разным поводам, и цех посещать перестали. Осталась зелёная молодёжь. Наиболее верные впоследствии образовали группу акмеистов. После заседания весело ужинали, и опять, как в полковом собрании, командир Гумилёв пил с молодёжью, на «ты» шутил, рассказывал анекдоты, был радушным любезным хозяином, но субординация никогда не забывалась. Гумилёв трижды ездил в Африку. Он уезжал на несколько месяцев, и по возвращению экзотический кабинет в его царско-сельском доме украшался новыми шкурами, картинами, вещами. Это были утомительные и дорогостоящие поездки. А Гумилёв был не силён здоровьем и не богат. Он не путешествовал как турист. Он проникал в неисследование области, изучал фольклор, мирил враждовавших между собой туземных царьков. Случалось, сдавалось сражение. Негры из формированного им отряда пели и маршируют по Сахаре. Нет ружья лучше Маузера, нет вахмистра лучше Эльбека, нет начальника лучше Гумилеха. Последняя его экспедиция за год перед войной была широко обставлена на средства Академии наук. Я помню, как Гумилёв уезжал в эту поездку. Всё было готово, багаж отправлен вперёд. Пароходные, железнодорожные билеты давно заказаны. За день до отъезда Гумилёв заболел. Сильная головная боль, 40 температура. Позвали доктора. Тот сказал, вероятно, тиф. И всю ночь Гумилёв бредил. Утром на другой день я навестил его. Жар был так силён, сознание не вполне ясно. Друг, перебивая разговор, он заговорил о каких-то белых кроликах, которые умеют читать. Обрывал на полусловие, опять начинал говорить разумно и вновь обрывал. Когда я прощался, он не подал мне руки. Ещё заразишься. И прибавил, ну прощай, будь здоров. Я ведь сегодня непременно уеду. На другой день я вновь пришёл его навестить. Так как не сомневался, что фраза об отъезде была тем же, что читающие кролики. Ну, то есть бредом. Меня встретила заплаканная Ахматова. Коля уехал. За два часа до отхода поезда Гумилёв потребовал воды для бритья и платья. Его пытались успокоить, но не удалось. Он сам побрился, сам уложил то, что осталось неуложенным, выпил стакан чаю с коньяком и уехал. Осенью 1914 года Гумилёв на редакторском заседании в Аполлоне неожиданно сообщил, что поступает в армию. Все удивились. Гумилёв был ратником второго разряда, которых в то время и не думали призывать. Военному никогда не был. Значит, добровольцем, солдатом. Ни одному мне показалась странная идея без всякой необходимости надевать солдатскую шинель и отправляться в окопы. Но Гумилёв думал иначе. На медицинском осмотре его забраковали, и ему пришлось долго хлопотать, чтобы добиться своего. Месяца через полтора он надел форму вольно определяющегося. Лейб-гвардия уландского полка и вскоре уехал на фронт. Гумилёв изредка приезжал на короткие побывки в Петербург. Он не написал еще тогда, но уже имел право сказать о себе. Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь. Но святой Георгий тронул дважды пулей у нетронутую грудь. Война его не изменила. О фронте он рассказывал забавные пустяки, точно о пикнике. Читал мадригалы, сочиненные полковым дамам. Как гурья в Магометанском, Эдеме в розах и шелку, так вывлепь гвардии уландском, ее величеству полку. Когда ее поздравляли с Георгиевским крестом, он смеялся. Ну что это? Игрушки. К весне собираюсь заработать полный бант. Стихи его того времени, если и говорили о войне, то о войне декоративной, похожей на праздник. И как сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Только раз я почувствовал, что на войне Гумилева был не так уж весело и приятно. Как он хотел показать, мы засиделись где-то ночью, поездов царское больше не было, и я увел Гумилева к себе. «Славная у тебя комната», сказал он мне, прощаясь утром. «У меня в Париже была вроде этой. Вот бы и мне пожить так, а то все окопы да окопы. Устал я немножко». Гумилев устал. Рядить в жемчуга победу приходилось все реже. Вместо блестящих кавалерийских атак и надежд заработать полный бант приходилось сидеть без конца во вшивых окопах. В эти дни им были написаны замечательные стихи о Распутине. «В гордую нашу столицу входит он, Боже, спаси!» обворожает царицу необозримой Руси. И не погнулись о горе, и не покинули мест крест на Казанском соборе и на Исаакии крест. Наступило 27 февраля. Гумилев вернулся в Петербург. Для него революция пришла не вовремя. Он устал и днями не уходил из своего царскосельского дома. Там библиотеки, уставленные широкими диванами, под клеткой с горбоносом как аду, тем самым, о котором Ахматова сказала «А теперь я игрушечной стала, как мой розовый друг к кокоду». Гумилев сидел над своими рукописями и книгами. Худой, желтый, после недавней болезни, закутанный в пестрый азиатский халат, он мало напоминал недавнего блестящего кавалериста. Когда навещавшие его заговаривали о событиях, он устало отмахивался. «Я не читаю газет». Газеты он читал, конечно. Ведь и на вопрос, что он испытал, увидев впервые Сахару, Гумилев сказал, «А я не заметил ее. Я сидел на верблюде и читал Рансара. Помню одну из его редких обмолвок на злобу дня. Какая прекрасная тема для трагедии лет через сто, Керенский». Летом Гумилев уехал в командировку в Салонике. До Салоника в Гумилев не доехал. Он остался в Париже. Из-за него возникла сложная переписка между Петербургом и Парижем. Из Петербурга слали приказы прапорщику Гумилеву немедленно ехать в Салонике. Из Парижа какое-то военное начальство, которое Гумилев успел очаровать, этим приказом сопротивлялось. Пока шла переписка, случился Октябрьский переворот. Гумилев долго оставался в Париже, потом переехал в Лондон. За год заграничной жизни Гумилевым было написано много стихов, большая пьеса, отравленная туника, ряд переводов. Он наверстывал время, потерянное на фронте. За границей Гумилев отдыхал, но этот отдых стал слишком затягиваться. На русских смотрели косо, деньги кончались. Гумилев рассказывал, как он и несколько его приятелей-офицеров, собравшись в кафе, стали обсуждать, что делать дальше. Один предлагал поступить в иностранный легион, другой ехать в Индию, охотиться на диких зверей. Гумилев ответил, я дрался с немцами три года, Львов тоже стрелял, а вот большевиков я никогда не видел. Не поехать ли мне в Россию? Вряд ли это опаснее джунглей. Гумилева отговаривали, но напрасно. Он отказался от почетного и обеспеченного назначения в Африку, которое ему устроили его влиятельные английские друзья. Подоспел пароход, шедший в Россию. Сборы были недолги. Провожающие поднесли Гумилеву серую кепку из блестящего шляпочного магазина на Пикадилле, чтобы он умел соответствующий вид в пролетарской стране. Летом 1918 года Гумилев снова был в Петербурге. Он гулял по разоренному Невскому, сидел в тогдашних жалких кафе, навещал друзей, как всегда спокойный, надменный. У него был вид любопытствующего туриста. Но надо было существовать, к тому же Гумилев только что женился вторым браком на Анне Энгельгард. До сих пор Гумилеву не приходилось зарабатывать на жизнь. Он жил на ренту. Но Гумилев не растерялся. «Теперь меня должны кормить мои стихи», – сказал он мне. Я улыбнулся. «Ну, вряд ли они тебя прокормят». «Должны». И он добился своего. До самой своей смерти Гумилев жил литературным трудом. Сначала изданием новых стихов и переизданием старых. Потом переводами. Сколько их он сделал для всемирной литературы. У него большая семья на руках. Гумилев сумел прокормить ее стихами. Кроме переводов и книг были еще и лекции в пролеткульте, болтфлоте и всевозможных студиях. Тут платили натурой, хлебой, крупой. Это очень нравилось Гумилеву. Насущный хлеб в обмен на духовный. Ему нравилась и аудитория. Матросы, рабочие. То, что многие из них были коммунисты, его ничуть не стесняло. Он, идя после лекции, окруженный своими пролетарскими студистами, как ни в чем не бывало, снимал перед церковью шляпу и истово крестился. Раньше о политических убеждениях Гумилева никто не слыхал. В Советском Петербурге он стал даже незнакомым. Даже явно большевикам открыто заявляет. Я монархист. Помню, какой глухой шум пошел по переполненному рабочему залу, когда Гумилев прочел. Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя. Гумилева уговаривали быть осторожнее. Он смеялся. Большевики презирают перебежчиков и уважают саботажников. Я предпочитаю, чтобы меня уважали. Приведу для контраста другой разговор. Те же дни, в разгар террора, но в кругу настоящих соратников всего старого. Кто-то наступал, большевики терпели поражение. И присутствующие, уверенные в их близком падении, вслух мечтали о днях, когда они будут у власти. Мечты были очень кровожадными. Заговорили о неком П. Человеке из общества, ставшем коммунистом из-за правилы Петрокоммуны. Один из собеседников, собирался его душить собственными руками, другой стрелять, как собаку. И так далее. А вы, Николай Степанович, что бы сделали? Гумилёв постучал папиросой о свой огромный черепаховый портсигар. Я бы перевёл его, заведовать продовольствием в Тверь или Калугу. Петербург ему не по плечу. В своей квартире на Преображенской Гумилёв сидел по большей части в передней. По советским временам парадная была закрыта, и из передней вышел уютный маленький кабинет. Там над диваном висела картина 30-х годов, изображавшую семью Гумилёвых в гостиной. Картинка была очень забавна. Особенно мил был какой-то дядюшка, томно стоявший за роялем. Он был без ног, художник забыл их нарисовать. Гумилёв охотно рассказывал историю всех изображённых. Гумилёв любил там сидеть у круглой железной печки, вороша угли игрушечной сабли своего сына. Тут же на полке стоял большой детский барабан. «Не могу отвыкнуть», шутил Гумилёв. «Человек военный, играю на нём по вечерам». В квартире водилась масса крыс. «Что вы, что вы», говорил Гумилёв, когда ему давали советы, как от них избавиться. «Я напротив их развожу на случай голода. Чтобы их приручить, я даже иногда приятельски здороваюсь со старшей крысой за лапу». Убирать квартиру приходила дворничка Паша. Она очень любила слушать стихи. «Почитайте что-нибудь, Николай Степанович, пока я картошку почищу». «А, по-французски можно?» «Что желаете?» Гумилёв читал вслух Готье. Паша чистила картошку, сочувственно вздыхая. Гумилёв начинал фантазировать. «Погодите, Паша, скоро большевиков прогонят, будете вы мне на обед жарить уток». «Дай Бог, Николай Степанович, дай Бог!» «Я себе тогда аэроплан куплю». «Скажу, Паша, подайте мне мой аэроплан. Я полетаю до обеда недалеко, вон до той тучки. Дай Бог, дай Бог!» Гумилёв вставал поздно. Слонялся, полуодетый по комнатам, читал то Блэка, то Мир Приключений. Присаживался к столу, начинал стихи, да и дал купленные вчера сладости. «Это и есть самая приятная жизнь», говорил он. «Приятнее, чем путешествовать по Африке». Путешествовать по Африке отвратительно. Жара. Негры не хотят слушаться. Падают на землю и кричат «Колас!» Дальше не идут. Надо их поднимать плёткой. Злишься так, что сводят челюсти. Я вообще не люблю юга. Только на севере европеец может быть счастлив. Чем ближе к экватору, тем сильнее тоска. В Абиссинии я выходил ночью из палатки, садился на песок, вспоминал Царское, Петербург. Северное небо, и мне становилось страшно. А вдруг я умру здесь от лихорадки и никогда больше всего этого не увижу. А на войне? На войне то же самое. Страшно и скучно. Когда идёшь в конную атаку, пригнись. Я не пригибался, но прекрасно сознавал какой-то риск. Храбрость в том и заключается, чтоб подавить страх перед опасностью. Ничего не боящийся Козьма Крючков не храбрец, а чурбан. И ещё неприятно на войне целые дни в сапогах. Нельзя надеть туфлей. Болят ноги. За полгода до смерти Гумилёв сказал. Знаешь, я смотрел, как кладут печку и завидовал. Знаешь, кому? Кирпичикам. Так плотно их кладут, так тесно, и ещё замазывают между ними каждую щелку, чтоб нигде не дуло. Кирпич к кирпичу. Друг к другу, все вместе, один за всех, все за одного. Самое страшное в жизни одиночество. А я так одинок. И точно недоумевая прибавил. В сущности, я неудачник. Меня не удивили эти слова. Многих бы удивившие, Гумилёв действительно был очень одинок. Бесстрастная, почти надменная маска сноба африканского охотника, русского теофила Готье, скрывала очень русскую, беспокойную, заволнованную, ненаходящую удовлетворение душу. Как далек был в сущности своей Гумилёв от блестящего и пустого Готье, он сам это хорошо сознавал. Но, сознавая, с тем большим упорством, сжимая зубы, шел раз выбранной дорогой, линией наивысшего сопротивления. Всю свою короткую жизнь Гумилёв был окружен холодным и враждебным непониманием. И он то злился, то иронизировал. О, нет, я не актёр трагический, я ироничнее и суши, я злюсь, как идол металлический среди фарфоровых игрушек. Он помнит головы курчавые, склонённые к его подножью, жрецов молитвы величавые, леса, охваченные дрожью, и видят горестно смеющиеся всегда недвижные качели, где даме с грудью выдающейся пастух играет на свирели. Всю жизнь Гумилёв посвятил одному, заставить мир вспомнить, что в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Божественность дела поэта он старался доказать и утвердить всеми доступному человеку средствами на личном примере. В этом смысле, как это ни странно звучит, Гумилёв погиб не столько за Россию, сколько за поэзию. В этом смысле, при всех своих литературных успехах, он был прав, считая себя неудачником. Всю жизнь он, как укоротитель, хлопал бичом, готовый быть растерзанным, а звери отворачивались и равнодушно зевали. В этом смысле, первой блестящей победой Гумилёва была его смерть. В кронштадтские дни две молодые студистки встретили Гумилёва, одетого в картуз и потертое летнее пальто с чужого плеча. Его дикий вид показался им очень забавным, и они расхохотались. Гумилёв сказал им фразу, смысл которой они поняли только после его расстрела. Так провожают женщины-людей, идущих на смерть. Он шёл, переодевшись, чтобы не бросаться в глаза, в рабочие кварталы, вести агитацию среди рабочих. Он уже состоял тогда в злосчастной организации, из-за участия в которой погиб. Говорят, что Гумилёву предупреждали об опасности, предлагали бежать, передают и его ответ, благодарю вас, но бежать мне незачем. В тюрьму Гумилёв взял с собой Евангелие и Гомера. Он был совершенно спокоен при аресте, на допросах, и вряд ли можно сомневаться, что и в минуту казни. Так же спокоен, как когда стрелял Львов, водил Улан в атаку, говорил о верности своему государю, в лицо матроса Балфлота. Уже зная, что его ждёт, он писал жене. Не беспокойся, я здоров, пишу стихи, играю в шахматы. И нет на его могиле ни холма, ни креста, ничего. Но любимые им Серафимы за его прилетели душой, и звёзды в небе пели. Слава тебе, герой! Субтитры создавал DimaTorzok